Вова, не грызи Виталю и его микрофоны говорят нам Анастасия Кащеева и Диана, это хозяйки домашних сурикатов. Здравствуйте, здравствуйте, Диана. Сурикаты Вова, то есть полное имя Владимир Владимирович и Варвара. Ну как вам живется с сурикатами? Отлично, вот прям отлично. Это вот самые-самые лучшие домашние питомцы, мне кажется. А как вы к ним пришли? Были у вас другие домашние питомцы? Да, у меня мини-пик и мультик известный про Тимона и Пумбу. Я задумалась тогда о том, что хочется, наверное, и Тимона мне взять, а потом в ветклинике в Лимпопо мне дали на руках подержать суриката. То есть это была любовь с первого взгляда, да. Кто-то из этих сурикатов? Нет, нет, у них девочка отказнится, сидит, живет в ветклинике. И я сутки проплакала, прорыдала, говорю, муж, нам нужен сурикат, мы хотим сурикат. Он говорит, нет, нам не нужен сурикат. В общем, я за сутки нашла суриката, оплатила и буквально через неделю мне привезли. Вот Владимир Владимирович у нас первый. Дорогущий Владимирович? Да, вот ты бы хотел спросить. Цена от 30-35 тысяч. Ого! Достойно. Цена от заводчика, какой сурикат. Если покупать от неручных родителей, то есть дикого, можно даже за 15 тысяч взять. Если покупать более-менее того, которого вскармливали с рук, который ручной, то тогда он стоит от 30-35 тысяч и выше. Доходит иногда ценник даже до 75 тысяч. Слушайте, ну чем они радуют вас? Почему сурикат это классно? Сурикат это классно, потому что ты нигде без него не будешь. Он постоянно с тобой. Вот что бы ты ни делал. Готовишь кушать, он с тобой с тобой помогает. Вот буквально мне Вова вчера помогал капусту чистить. Он тоже чистил или ел? Да, нет, он ее чистил. Он ее не ел. Он стоял лапками, помогал, пока я очищала листики, он помогает. Они везде с тобой. Они с тобой общаются. Они могут с тобой спать. Они... Выгула требуют? Ну, мы выводим иногда на улицу погулять, песочки поковыряться их. Ну, а как спать? Смотрите, у них такие коготки-то. Отлично. Он даже зацепился. Отлично. Он ложится с нами. Нет, он ложится с вами вот сюда на руки. Варварочка. Послушайте звук, как они урчат. Это да, очень мило. Скажите, пожалуйста, Анастасия, ну а как ухаживать за этими домашними сурикатами и как кормить их, чем поить? Ухаживать не сложнее, чем за кошкой. Кормить, вот у меня дочь расскажет. Ну, там вообще их надо кормить мясом. Полноценное питание – это мясо, овощи, ну и разные всякие, например, творог, творожок. Им все можно почти. Насекомые. И еще им нужны насекомые, да. Насекомые. Насекомые. У нас дома живут теперь тараканы, у нас живет теперь зоофобус дома, у нас живут периодически мышки живые, цыплята суточные. Не боитесь так? Все наоборот тараканов выгоняют, а вы раз и маните себя. Честно, первое время было очень страшно, прям очень брезгливо их в руки брать. Вы видишь, сурикаты разбираются с тараканами. Теперь вы специалисты по сурикатам. Теперь у вас их два. Варвара тоже есть. Какова их дальнейшая судьба? Ну, если сложится у нас пара, то будут маленькие сурикаты. Если нет, то мы, наверное, еще одну девочку возьмем. Я вот просто говорю, до безумия интересные животные, прям до безумия. Ты с ними общаешься, они, мне кажется, иногда, что они как люди. Они все понимают. Получается, у вас будет питомник сурикатия? Ну, где-то как-то вот так, да. Страна сурикатия. Страна сурикатия, да. Смотрите, а вот есть, получается, специальные даже поводки, да? Да, шлейка. 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 Да, шлейка. Вы их держите на руках, либо они у вас бегают по земле? По земле бегают, да, по травке. С маленькой собачкой, конечно, в квартире земля, и она бегают по земле. Нет, в квартире не земля. В квартире специально стоит для Нима большая коробочка. Держи, Варю. Большая коробочка, в которой у нас маленькие шарики детские из бассейна, и мы им туда кидаем, либо тараканов, либо зоофобусов, и они вот это вот все роют им. Интересно это. Любая коробка, любой пакет для них – это уже игрушка. То есть им это интересно. Ну, а выгуливать-то надо? Ну, просто гуляйте, только летом, когда тепло, потому что зимой они очень подвержены простудным заболеваниям, и нельзя их выводить. И на пиленочку туда дома? Дома нет, у них луточек стоит. Притом луточек – это творческий процесс подобрать, не каждый луточек нам подойдет. Вот что-то мне напоминает вот эта вся история ваша и сурикатов ваших про тех людей, которые заводят все енота. Про енота не думали никогда? Нет. Енот – это страшно. Держала на руках, держала, общалась с енотом, енот – это намного страшнее. Почему? Во-первых, это хищник, и хищник опаснее, чем сурикаты, далеко опаснее. Там уже тараканы не подойдут. Там тараканы, там могут руки пойти в ход. Ух ты! То есть у них есть половое созревание, переходный период, когда еноты ведут себя не очень адекватно. У меня у знакомых живут еноты, вот у заводчицы, у Вовиной живут еноты, она их разводит. Во-первых, они пахнут, потому что вот эта вся шерсть на них, которая, ну они же большие, и вот где они в мокрое залезут, да, они же полоскуны все-таки еноты, они там что-то делают. Вот эта вот шерсть потом очень сильно пахнет. Прям хуже, чем собачья на улице. Сурикат не пахнет? Нет. Виталик, понюхайте, пожалуйста, Владимира. Нет, представляете, не пахнет. Владимир не пахнет. Это шикарно, спасибо огромное. Да, спасибо большое. Я думаю, что сейчас многие задумались о приобретении вот такого домашнего питомца, если кошки, собаки, птички и рыбки вам уже надоели. Вам уже надоели, у вас они уже были. Отдайте их сурикаты. Отдайте их сурикаты сильно, или пускай они уживаются же, да, с мини-пигом. Хорошо? Ну, не очень хорошо, потому что либо мини-пига гоняют, либо они мини-пига. Мне кажется, вам зато весело. Нам зато вообще весело. Они залазят на шею мини-пигу и катаются на ноль. Но прежде, чем завести такое животное, нужно сто раз подумать все-таки. Потому что это не кошка, это не собака. Если у вас дома плохо прибит плинтус, вам сурикат покажет, где он плохо прибит. Если у вас дома где-то есть в ремонте какая-то дырка, которая была раньше строителями плохо заделана, сурикат вам покажет, где эта дырка. Так это действительно... Дизайнерский ремонт, да. Да, это вот когда делаете ремонт в квартире, запускаете сурикатов, и он все... И он делает вам лофт. Да. Хотите переехать в другую квартиру, запустите суриката и переезжайте. Спасибо, Диана. Спасибо вам огромное. Спасибо вам, Варвара. Спасибо, Владимир Владимирович. До новых встреч. Это были сурикатики. Посмотрите еще раз на них напоследок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова